Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! У нас сегодня с вами будет очень уютный ролик, который будет посвящен моему рациону. Сейчас есть такая популярная разновидность видео, которая называется What I Eat In A Day, то есть что я ем за день. И я буду вам показывать, что я сегодня буду готовить на завтрак, обед и ужин. И начнем мы сегодня с вами с волшебного блюда, очень теплого, уютного, которое называется фритате. Это такая разновидность итальянского омлета. Я, если честно, понятия не имею, как оно в традиционном варианте готовится. Но в начале карантина я постоянно запекала омлет в духовке, и это было настолько вкусно, по-домашнему, и какая-то необычная интерпретация утреннего блюда из яиц, что мне захотелось вам показать, как я это делаю. Тем более, что сейчас наступает холода, и почему-то больше и больше хочется переходить на какие-то такие именно теплые, плотные блюда по утрам. Я буду делать порцию на 2-3 человека и запекать буду в таком блюде, поэтому здесь можете рассчитывать и менять ингредиенты под себя. Нам понадобится с вами 5 яиц, замороженный горошек, лук. У меня зеленый, если вы смотрели мое видео про летние заготовки, точнее уже осенние, да, в конце лета, я все это дело замораживаю. Но вы можете использовать обычный белый лук, но его нужно будет сначала немножко обжарить на сковороде. 2 помидора. Это могут быть помидоры из банки в собственном соку или свежие помидорчики, которые мы будем с вами нарезать. Также 5 яиц. Кабачки. Это могут быть кабачки либо в замороженном виде, либо уже жареные. Я вчера их уже заготовила. И также специи по вкусу. Я всегда добавляю паприку, черный перец, красный фаер-перец, базиликовое масло. Соль, я кажется, уже назвала, но я очень люблю крупную морскую. И также мы с вами будем использовать овсяное молоко, потому что для тех, кто не знает, я не употребляю лактозу, но есть огромное количество замен. И поверьте, омлет получается реально таким же вкусным, как если бы вы делали его на сливках, потому что он прям плотно имеет воздушную текстуру. А если вдруг вы хотите, фритат предполагает под собой очень часто добавление сыра. Сейчас есть разные веганские, вегетарианские такие интерпретации. И вы можете добавить, например, пармезан. У меня вот такая век-версия от бренда Green Idea без глютена и лактозы. Просто можно потереть прямо в яйца. Ну, в общем-то, давайте готовить. Разогреваем духовку где-то до 160-170 градусов и начинаем заниматься приготовлениями. Высыпаю все заранее заготовленные ингредиенты в нашу пиалку, в которой мы будем с вами все запекать. Опять же, если вам нужно, то подготовьте кабачки и лук заранее, немного обжарив на сковороде. Также я забыла упомянуть, что нам понадобится болгарский перец. У меня вот очень удобный формат заготовок летних, прям с маминого огорода. И здесь все вот таким вот образом выкладываем. Добавляем горошек. Нарезаем томат. Томаты я нарезаю достаточно мелко. Можно кубиками, можно в таком хаотичном порядке. Небольшими дольками. Так, дальше мы будем смешивать с вами все жидкие ингредиенты, а именно яйца, взбиваем. Я буду использовать венчик. Добавляем туда по вкусу молоко, базиликовое масло или любое другое, которое у вас есть, специи. И затем добавляем сыр, если вдруг у вас он есть в наличии. Его использовать не обязательно. Так, дополнительно можно ложкой слегка пошурудить, перемешать массу, чтобы получилась однородная консистенция. И все отправляем запекаться в духовку. Ставим где-то на 20-25 минут, в зависимости от мощности вашей духовки. И пока занимаемся своими делами. Да-да, я вам обещала, что все будет максимально просто. И пока у нас фритата готовится, это где-то 20-25 минут в духовке перед подачей на стол. Я все равно буду тусоваться где-то тут рядом с духовкой. И я решила сразу подготовиться и начать делать обед. Я буду сегодня готовить тыквенный супчик. Мой самый любимый фирменный рецепт. Я его делаю не в классическом варианте. Я его делаю пикантным, острым даже. Я бы сказала, я не люблю сладкую тыкву. Я ничего не могу с собой поделать. Я всегда ее перчу, солю по максимуму и добавляю какие-то там чеснок, например, и всякие штуки. Если вы употребляете в пищу морепродукты, то я обожаю в этот суп добавлять еще несколько тигровых креветок. Если вдруг есть какие-то ограничения, он сам по себе прекрасен, поверьте. Можно добавить кусочек черного хлеба, и вы будете сыты на очень долгое время. Если же у вас есть какие-то ограничения, то суп полностью, в принципе, отвечает всем запросам. В нем нет ни глютена, ни лактозы, потому что я использую здесь тоже овсяное молоко. Итак, нам понадобится много-много тыквы. Это переработанная кусочками тыква, тоже с маминого огорода целиковая. Здесь у меня где-то, может быть, 10 креветок. Я для супа люблю брать с хвостиками, но без кожуры. А также чили-перец, тоже заготовка, заморозка, тоже с маминого огорода. Это реально очень удобно и очень экономит время в процессе. Вот такое базиликовое масло. И также нам понадобится немного оливкового масла для того, чтобы поджарить креветки с чесноком и саму тыкву. Дальше используем специи. В принципе, здесь тот же набор, что и в предыдущем варианте. Еще можно добавить сушеный чеснок, вот такой подобный. У меня все специи от бренда Frontier. Заказываю я их на iHerb. Соль, перчик и, мне кажется, тоже главная фишечка такого супа, я всегда подсыпаю каким-нибудь орешками. Отлично подходят миндальные лепестки или вот такие тыквенные семечки, собственно говоря. И они уже пряные, с чили-перцем, чесноком. В общем, в принципе, отвечают моему запросу к тыкве. Итак, для начала нарезаем мелко чеснок или используем чеснокодавилку. Обжариваем на небольшом огне на сковороде. Отправляем тушиться тыкву. Небольшое количество воды добавляем сразу, чтобы она у нас не пригорала. К тыкве можно, кстати, сразу добавить несколько специй для того, чтобы она у нас пропиталась и солью, и перчиком, и острым, насыщенным вкусом. Использую черный перец, фаер-перец, соль. Это, кстати, очень важно использовать именно в процессе готовки, для того, чтобы не было такого, что соус соленый, а еда какая-то пресная. По крайней мере, в супах. Туда же добавляю красный перчик. Все это перемешиваю. И тушим до готовности под крышкой. Обычно это также минут 20-25. Тем временем нам пора с вами доставать уже слегка остывший омлет. Посмотрите, какая получается красота. Это действительно очень красивое, сытное блюдо. Хоть на целую семью, на компанию. Здесь все зависит от того, сколько яиц вы будете использовать. Такое обволакивающее, теплое, невероятно красивое блюдо. На целую семью вы можете добавлять и увеличивать ингредиенты, используя чуть больше емкости. Если вас, например, уже много, и у вас там, я не знаю, и бабушки, и дедушки собираются. Я уверена, что все оценят это блюдо. Оно вас согреет этим осенним, хотел сказать, вечером. Потому что за окном темно, несмотря на то, что еще первая половина дня. Так что всем желаю приятного аппетита. Я хотела бы быстренько прибраться. И, соответственно, так как у нас сегодня съемка, и нужна постоянно будет чистая посуда, много готовки и все такое, я буду убирать всю посудомоечную машину. Я использую посудомоечную машину Electrolux. Я вам рассказывала, что у меня вообще вся крупногабаритная техника от этого бренда. Потому что с детства папа как-то отдавал предпочтение шведскому бренду. И он мне всегда как-то в голову вкладывал эту мысль. До сих пор у нас там вся техника стоит на той квартире электролюксовской. И у меня как-то тоже так повелось, что я не хотела делать выбор в пользу никакой другой. Мне было важно, чтобы в ней были функции, так скажем, 21 века. И сейчас есть такая технология, которая называется AirDry. Если вы ведете активный образ жизни, уезжаете на выходные, или тоже любите запускать машинку по вечерам, там, когда засыпаете, то это просто обалденная функция. Ну вообще, в принципе, для всех это как представьте, что стиральная машинка бы сама бы открывалась и просушивала бы вот эти вот все силиконовые заглушки. Так и здесь, после того, как посудомойка закончила мыть вашу посуду за вас, она еще и сама открывается. Получается, посуда вся просыхает, и вам остается утром только подойти, расставить сухую посуду на полке и использовать дальше все, что вы хотите. Плюс сейчас есть посудомоечные машинки на 45 см у Electrolux, и там есть три корзины для загрузки посуды. Верхняя часть, она идет с увеличенным размером для того, чтобы туда помещались всякие лопаточки, поварешки, соответственно, все столовые приборы. И это все у нас моется отдельно. Ниже тоже есть разные отсеки для более высоких предметов. При покупке идут в подарок вот такие капсулы. Там сейчас проходит акция. Если вы покупаете любую посудомоечную машинку Electrolux, идет три упаковки капсул Ferry в подарок по 40 штучек. И, соответственно, я ими так и пользуюсь. Здесь содержатся все компоненты для качественной мойки. Я могу так сказать, они отмывают все, что очень сложно отмывается руками, и, что более того, мыть вообще не хочется. Это крышка от сковородки, например, после жарки. Это овощечистки, там чеснокодавилки. А сейчас я просто все достаю идеально. Чисто, без всяких там нагаров и так далее. Можно хоть в отражении, наверное, смотреться. И я вам уже рассказывала в ролике про то, как я избавилась от целлюлита, что сейчас очень много готовлю дома. Плюс вообще, в принципе, период, что сейчас все сидят дома и очень много готовят своими руками. Поэтому я начала получать особый кайф от готовки, от сервировки стола. Потому что мне не надо экономить там каждую палочку, лопаточку, столовый прибор или тарелку. Дабы потом это не мыть, я с огромным удовольствием сервирую там стол, как настоящий эстет. Вот прям так, как мне хочется, так, как мне нравится. И во время готовки я использую столько посуды, сколько хочу. Потому что потом это все намыливается одновременно. И воды все равно используется одинаковое количество. Здесь супер интуитивно понятная панель. Вы просто выбираете тот режим, который вам нужен. Так как у нас сейчас задача все быстренько ополоснуть, и чтобы у нас все было готово, я выбираю функцию. Тут такая есть Quick Select. То есть самый быстрый режим у меня 30-минутный. Также здесь есть автоматический подбор программы. И, собственно, вам просто нужно закрыть крышку. И у нас начался процесс уборки. Все будет чисто буквально через полчаса. А мы с вами возвращаемся к готовке. У нас с вами получается уже такая как раз густая пюрешка, как нам нужно. Ее можно реально пропустить через сито, либо смешать с помощью блендера. Давайте ради разнообразия сделаем, как наша мама нам готовила. И просто пропустим. Так как у нас горячий еще суп, и сейчас не хочется давать ему время остыть, а уже хочется кушать. А я его просто сейчас быстренько помну. Конечно, может быть, блендером бы получилось в два раза быстрее, но так получается намного душевнее и с любовью. Такой самый настоящий осенний согревающий супчик. Надеюсь, вам передается уют через экран. И моя идея, теплота. Хочется каждого из вас обнять, передать самые добрые и хорошие пожелания. Все, мне кажется, мы с вами закончили. И получается такой, знаете, пюрированный суп. Даже интереснее, чем в блендере, на самом деле. Как из детского питания. Дальше мы порционно выкладываем тыквенный суп на тарелку. Добавляем по вкусу несколько креветок. Посыпаем все красивыми семечками. И наш рецепт готов. Если честно, вечером я больше люблю есть какие-то блюда кусочками. И я себя в этом стараюсь не останавливать, а просто готовить более полезные блюда. И делаю дома пиццу самостоятельно. С недавних пор сначала займемся основой для теста. Нам понадобится 200 грамм муки, сухие дрожжи, где-то 1 треть столовой ложки, 100 миллилитров теплой воды и оливковое масло. Сначала берем дрожжи и разводим их в теплой воде в том соотношении, в котором я назвала ранее. Где-то 1 треть на 100 миллилитров. Даем им полностью раствориться. И затем смешиваем муку и воду в отдельной таре. Сначала замешиваем тесто, а затем оставляем его на полчаса для того, чтобы оно поднялось. Его должно стать где-то в 2 раза больше. Масло лучше добавлять на глаз, потому что все зависит от клейкости муки, которую вы выберете. Нам важно, чтобы все смешалось в единую массу. Не знаю, откуда у меня это взялось, но я просто обожаю делать вот так. Когда тесто у нас готово, мы его разделяем с вами на 2 части и раскатываем на тонкие блинчики, которые у нас в итоге превратятся в основу для пиццы. У нас получается с вами из такого количества теста 2 основы для мини-пицц. Такие, как сейчас модно. Кстати, моя самая любимая пиццерия в Москве Бонтемпе. Если захотите что-нибудь вкусненькое попробовать, то обязательно идите туда. Сначала смазываем основу пиццы маслом. Я буду использовать свое самое любимое. Это базиликовое масло, которое мы во всех рецептах сегодня использовали от бренда La Turange. У них же есть, кстати, если кто-то любит, трюфельное масло, розмариновое и чесночное. Это как прям экскурсия в новый гастрономический мир. Поверьте, любой гарнир и салат сразу становится более вкусным. Теперь все это распределяем по основе. У меня есть вот такая силиконовая кисточка. Выстилаю противень с помощью пергаментной бумаги. Нам с вами понадобится груша. Ее предварительно можно карамелизировать или обжарить на сливочном или подсолнечном масле. Сыр. У меня это веганская версия. Руккола я посыпала орешками, полила своим любимым ароматным базиликовым маслом и добавила несколько копченых специй. Надеюсь, что вам такой вариант тоже понравится. В конце еще можно добавить немного пармезана. У меня все это веганская версия сыра, так что он может не так хорошо плавиться, как если вы возьмете обычный вариант. Самая вкусная версия сыра к этой пицце это горгонзола, которую обычно подают во всех ресторанах. Таким образом мы убираем все это на 5 минут в заранее разогретую духовку на 250 градусов. У нас получаются вот такие две небольшие пиццы. Одна получилась мясная с уткой, а вторая такая более веганская. Я не знаю, почему я раньше не пробовала никогда готовить ее. И это оказывается так просто, буквально 5 минут, если вы, соответственно, заранее замесите тесто. Кстати, я немножко облажалась. Рукколу, конечно, лучше добавлять в самом конце. Я пыталась, старалась сделать, как в ресторане. Я с рукколой экспериментировала первый раз. Так что ее либо добавляйте за пару минут до окончания, либо вообще вовсе используйте свежую сверху на пиццу. Так что я желаю вам приятного аппетита, вкусной готовки. Пишите внизу, какой рецепт вам понравился больше всего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...